моя задача сегодня показать общую проблему понятно что мы не сможем за вот такое короткое время разобрать реальную эту ситуацию мы поговорим о том что делать безопасником век и джайл коллеги для вас специально существует методология подхода к проектированию систем раньше мы делали такие большие серьезные системы собирались вместе думали какая она будет потом ее проектировали потом писали тезе потом разрабатывали потом ее запускали сейчас век настолько быстрый что проектирование вот таким образом оно не очень соответствует нашим задачам особенно в рыночной экономике когда нам приходится проверять много разных гипотез если мы начинаем смотреть на задачу с точки зрения долгосрочного проектирования мы не можем придумать что же будет с рынком через три года поэтому вынуждены двигаться маленькими шажками последовательных улучшений поэтому компании которые себя хотят чувствовать лидерами на рынке они должны очень быстро и гибко английское слово agile и означает гибкий да есть слово agility гибкость оно означает такой подход к проектированию и разработке систем в котором изменения происходят по чуть-чуть но регулярно таким образом ты успеваешь повернуть вместе с рынком и не происходит такое что ты что-то делаешь долго а потом когда ты пришел увидел что ты в одной точке а рынок в другой точке представьте что вы защищаете систему которая постоянно меняется представьте что у вас есть объект который не хочет чтобы вы его защищали он каждый раз придумывает себе новые дырочки а вы его защищаете по старому в этом смысле роль безопасников в эпоху agile она достаточно непростая и если мы не изменимся сами туда другой придет и изменит нас и как раз разговор о том как остаться безопасником в век agile вверх машинного интеллекта и других вещей мы должны понять как изменится наша роль что мы должны понять нового что мы должны выучить нового чтобы мы не остались как динозавры в прошлом веке надо понять что мы можем привнести в agile технологию и от чего мы должны уберечь бизнес при употреблении agile технологий это наша роль это наша с вами миссия как безопасников и поэтому сегодня мы будем много об этом говорить естественно интересно как это делают другие как это происходит в других местах лучший опыт мы должны эту тему проводили конференцию прошлой осенью приглашали безопасников из исповедующих agile компаний один был за райфайзенбанка другой был из шкоды узнали много нового я кое-что из их презентаций как бы переломил через себя и выложил в эту презентацию если посмотреть как менялись приложения речь сегодня будет идти о приложении которые разрабатываются по технологии то есть быстро маленькими шажками гибко а и что нам с ними делать если посмотреть на 90-е годы то приложение бизнес-приложение это были в основном учетные приложения те кто помнит эти времена которые сейчас романтизируют могут вспомнить что было такое понятие первичка что есть какие-то бумаги есть как какая-то информация находящаяся в ней информационной системы а потом мы садимся и забиваем эту информацию в информационную систему дальше мы ее обрабатываем каким-то образом таким образом информационная система она лишь отражала бизнес-процессы в 2000-е годы начались транзакции то есть это уже был не в информационных системах появились первые платежи электронными средствами первые переводы которые делались без оператора а именно с помощью информационных технологий появились первые крупные сайты которые принимали карты можно было полностью уже обойтись без взаимодействия с человеком в электронном в электронном пространстве ну и сейчас в десятых приложение это и есть бизнес никакой первички уже нет если вы потеряете данные в приложении у вас уже не будет никакой возможности откуда-то еще получить информацию а очень незаметно постепенно опять же маленькими шажками практически и джайл а мир перевернулся то есть если раньше наше информационное поле отражало нашу реальную жизнь то сейчас все что происходит в информационном поле наших приложениях это и есть собственно бизнес это и есть наша жизнь банк как опять же говорит ваш руководитель это айти компания с банковской лицензии на самом деле логистическая компания это тоже во многом айти компания с возможностью доставлять продукты любая компания там я уже не говорю айти компания хай-тек компания есть компании которые полностью существуют в виртуальном пространстве их капитализация безумно это информационные компании которые там например twitter да или социальные сети facebook это amazon это алиэкспресс алибаба холдинге то есть на самом деле существует уже много бизнесов которые просто без приложений существовать не могут и чем дальше тем это будет больше соответственно вот это движение оно не сказать что остановилось но дошло до некоторого логического предела теперь мне приложение развиваются вместе с бизнесом а бизнес развивается вместе с приложениями это к чему я говорю тому что те кто проектирует и защищает приложение на самом деле давно уже проектирует и защищает бизнес это как бы ключевой посыл если мы это не примем а будем считать что мы лишь обслуживаем что-то электронное на самом деле это не так опять же как изменился профиль пользователей приложения сейчас практически нет такого понятия как периметр сейчас все мы одновременно находимся в этом зале каждый находится еще и своей компании а если кто-то работает в нескольких компаниях одновременно находятся периметры нескольких компаний потому что читает их почту может войти в информационную систему поэтому офисные сотрудники они перестали быть офисными в понимании слова офис то есть стены и пол у меня в компании есть два человека которых я никогда не видел мы их наняли через фейсбук по рекомендациям мы послали им тесты может быть это роботы может быть один человек а может быть тридцать человек меня это волнует мало я знаю их ник в почте но естественно мои кадровики знают его паспортные данные и нн но я как руководитель этим совершенно не парюсь этот человек работает кстати лучше чем те кто сидит в офисе поэтому когда мы говорим сотрудники мы реально понимаем что кто-то кто ходит под учетной записью сотрудника в нашу систему есть сотрудники которые всегда мобильные чья работа там это экспедиторы это курьеры у которых в принципе нет офиса но есть доступ вашу информационную систему я на самом деле как клиент сбербанка я пользователи внутренней системы сбербанка потому что у меня есть логин и пароль на сбер онлайн то есть да у меня ограничены права но я работаю в той же системе что работают и сотрудники сбербанка с ограниченными правами поэтому я можно сказать тоже как бы пользователь системы сбербанка и в этом нет ничего страшного у моей компании есть crm система в которую ходят наши клиенты и наши партнеры да они могут смотреть как выполняются пилоты и партнеры могут запрашивать разные цены тоже минуя людей поэтому говорить о том что у системы есть внутренние и внешние пользователи можно уже как бы перестать потому что есть просто пользователи системы с разными правами и в результате мы должны проектировать системы так чтобы понимать что войти в них может гораздо большее количество людей чем у нас есть мест в офисе ну не говоря о том что очень часто мы пускаем свои информационные системы и тех кто эти системы настраивает это могут быть какие-то аутсорсеры это могут быть какие-то интеграторы которые проводят пилотный проект это могут быть разработчики которые меняют нашу информационную систему так как мы хотим это нам так кажется они меняют ее так как они хотят но нам кажется что в какой-то момент наши желания совпадают мы еще будем говорить об этом я сейчас немножко увлекаюсь антологии информационной безопасности и это нужно понять информационная система живет на нескольких уровнях это инфраструктура это данные это информация это процессы это собственно бизнес и это стратегия защищать инфраструктуру просто она одинаковая везде защищать данные просто они пакеты они везде одинаковые как только дело доходит до информации вы уже должны понимать семантический смысл информации информация не набор данных набор данных которых появляется смысл когда вы ищите данные вы используете грубо говоря какие-то паттерны когда вы ищете информацию вы уже вводите какие-то осмысленные запросы, а не просто паттерны поиска. Когда дело доходит до приложений, приложения реализуют процессы. Одни и те же данные по-разному обработанные могут привести к краже, а в другом смысле они могут привести к прибыли. То есть не понимая, что делать с данными, вы не сможете реально их защищать. И вот как раз при защите приложений возникает вопрос, что такое количество пользователей с таким количеством функций это большой вызов, даже если приложение стабильное. Но приложение меняется каждый день. При этом кибервойна уже здесь. То есть вы читаете каждый день, кого-то взломали. Мы долго прятались, безопасники, по углам, но теперь мы вышли на сцену, мы выбрали американского президента, завтра мы выберем французского президента. Мы все сильны. Но на самом деле бизнес понимает, что на самом деле какие-то гики, которые бегали здесь немытые и что-то делали, они реально спасают не какие-то железки, они спасают бизнес. Кибервойна здесь, она идет с переменным успехом. Ну и кстати уж Сбер как ключевой актив государства, я думаю, не раз и не два испытал на себе уже атаки. Существует много компаний, которые испытывают страусиный подход. А мы маленькие, а кому мы нужны, зачем на нас будут нападать? Можно стать жертвой, не будучи целью. Будут атаковать кого-то большого, ты будешь стоять рядом, на тебя наступят. Ты будешь хоститься в том дата-центре, в котором хостится реальный враг, но тебе от этого легче не станет. В этом смысле кибервойны никто не избежит. Либо вы защищаетесь вместе со всеми, либо вы просто надеетесь, что вам повезет. Практически все системы так или иначе имеют выход в веб. Не всегда они используют там HTTP, но они все торчат в интернет. Это значит, что теоретически доступ к вашей системе имеют приблизительно миллиард человек. Ваша задача, чтобы они имели доступ с минимальными правами. А это уже как бы другой вопрос. Но никогда, никогда, ни у какой системы не было такого большого количества врагов. То есть потенциально каждый человек может вас атаковать. А теперь уже еще и каждый холодильник и каждая видеокамера, подключенная к интернету, может вас тоже атаковать. Так что количество атакующих, оно просто как бы ужасно. Кибервойны и информационные войны тоже смыкаются, и там Збер это на себе тоже чувствовал, когда любой недостаток, вызванный атакой, тут же сливается в соцсети, начинает пережевываться, может вызвать панику, например, среди вкладчиков. Мы это видели в Татарстане, когда отбирали лицензию у двух банков. При этом пострадало еще четыре, потому что народ просто запаниковал. Причем ты можешь уверять всех, публиковать на сайте какой-то отличный баланс, и что ты на хорошем счету у ЦБ. Ну все, татарским банкам конец, и еще как бы всем остальным татарским банкам мало не показалось. Это сила соцсетей. То есть еще раз, что даже если ты хороший, это не значит, что тебя не завалят. Смыкаются онлайн и офлайн угрозы. Воровать деньги, надо уметь их как-то выводить, появляются люди. Если появляются люди и деньги, всегда появляется то, что в 90-е называлось крышей. Не бывает бесхозных денег, всегда кто-то должен следить. Если преступники нарушают закон, то они не могут обратиться в милицию за помощью. Соответственно, они обращаются к альтернативным структурам. Таким образом подпитывается мафия, и не бывает кибергруппировок, состоящих исключительно из хакеров и гиков. Через кого-то они моют деньги, кто-то им делает фальшивые документы, и они все вовлечены в мировую преступную... То есть нет отдельной киберпреступности и нет отдельной преступности. То есть киберпреступность — это просто часть преступности. И пока мы с вами обсуждаем, что такое искусственный интеллект, существует и полезно ли бизнесу машинное обучение, атакующие внедряют машины обучения со страшной силой. Мы наблюдаем за последние годы рост ботов полностью автономных. То есть им дают задачу, они как рой налетают, если их гасят, они просыпаются и начинают работать в другую сторону. Они сами ищут цель, они заряжены на определенный тип уязвимости, они находят систему с такой уязвимостью, атакуют их по сложным алгоритмам, при этом самообучаясь в процессе атаки. То есть они видят, какая система как их отбивает, и они учатся ее обходить, и второй раз атакуя, они уже обойдут эту защиту. И это реальный скайнет, когда-нибудь они все вместе подружатся, и, в общем, ждем терминатора, потому что спасения не будет. А мы все еще обсуждаем, нужно ли нам машины обучения, и действительно ли робот может обыграть человека в игру Го. Отлично. Мне кажется, самое то, для чего и нужны роботы. Не могу в этих стенах не процитировать отца русского Эджайла. На самом деле, огромное спасибо Герману Оскаровичу за то, что он популяризировал это слово. На самом деле, опять же, произошло то же самое, что оно давно было, не он его изобрел, но он его поднял на уровень бизнеса. Многие компании, не только Сбер, я вот недавно был в другом банке, они говорят, слушай, давай не завтра, а послезавтра. Завтра у нас лекция по Эджайлу. То есть люди реально начинают изучать эту методологию. Мне кажется, как всегда, маятник кочнулся в другую сторону, теперь у нас все Эджайл. Даже то, что и не стоило бы делать. То есть, еще раз для ребят напомню, что Эджайл — это гибкий способ проектирования бизнес-процессов. Но мы здесь говорим, когда Эджайл, мы имеем в виду проектирование приложений. Мы здесь говорим более компактно, а мы помним, что приложение — это есть реализация некого бизнеса. На самом деле, для безопасника это ужасно. Я еще когда слушал выступления в высшей школе экономики, у меня зашевелились волосы. Я говорю, вы понимаете, что такое 10 тысяч изменений в день? А мне коллеги говорят, успокойся, есть же не 10 тысяч изменений в коде. Я говорю, а чем лучше-то? Новая учетная запись — слабый пароль. Новый патч — новую уязвимость. Любое изменение. Новая картинка. К любой картинке может быть подцеплена ссылка на вредоносный код. В принципе, любое изменение для безопасника — это флажок. А 10 тысяч изменений в день в какой-то момент он бросит и скажет, да идите и занимайтесь сами. Я не успеваю за вами все подбирать. Поэтому обновление, изменение функционала, управление инфраструктурой, любой апдейт, любая перенастройка, любые новые настройки несут в себе некоторую угрозу того, чтобы появилась новая дополнительная уязвимость. Не говорю уже про код. Про код мы будем говорить дальше, потому что я сейчас много как раз работаю с разработчиками, которые занимаются производством заказных приложений и помогаем делать безопасную разработку. Теперь посмотрим, кто ответит за все. У нас есть бизнес, у которого есть бизнес-цель, у которого есть там прибыль, или если это что-то государственное, то какие-то государственные функции реализации. За то, что приложение делает то, что от него требуется, отвечает бизнес. Электронный магазин должен продавать. Интернет-банк должен принимать транзакции, выдавать информацию. Госуслуги должны принимать заявки и реализовывать их по определенному алгоритму. То есть за функцию отвечает бизнес. И есть человек, далекий от IT, которому в KPI идет определенная ценность, которая появляется в результате работы этого приложения. За реализацию функционала отвечают разработчики или внедренцы, если кто-то делает готовые приложения. Они бывают свои и чужие. У них цель такая. Мы должны быстро, за минимальные деньги, показать функционал, проверить гипотезу. Мы не будем писать это всерьез. Нам надо быстро. Быстрее, важнее, чем правильнее. Есть IT-департамент. Он представляет сервера, он представляет каналы. Бессмысленно написать приложение, которому не будет доступа или которое не сможет обрабатывать столько количества транзакций, насколько рассчитывают маркетологи. Канадские сайты в день выбора Трампа обвалились от количества желающих американцев эмигрировать в Канаду, потому что ни один канадский политик не мог подумать, что столько американцев вдруг зайдут на сайт иммигрейшн Канада. Потому что на каких-на-каких других языках много сайтов, а тот, который на английском, как бы из Англии и США, они не ждали много эмигратов. Бац, никто не подготовился. Были и здесь поближе примеры, когда, например, сайт записи детей в школу в Санкт-Петербурге три года назад упал из-за прозрачности. То есть всегда все было непрозрачно, и тут решили все сделать прозрачно. Сказали, кто первый запишется в школу, тот туда и пойдет. Абсолютно все прозрачно, first in, first served. Вот. Там около миллиона человек в 9 утра в начале записи нажали refresh, и как бы сайт умер. Закончилась карьера, на самом деле, очень многих государственных айтишников, связанных с этим сайтом, потому что показатель прозрачности и эффективности у них один. Мы когда делали процедуру защиты сайтов, мы предлагали людям страховку. Говорили, что вот вы заплатите, допустим, миллион рублей за защиту, а если вдруг атака будет успешной, мы вам вернем 2 миллиона за защиту. Люди из государственных систем говорили, не, это не пойдет такая функция. Почему? Вот если вы могли погоны возвращать, потому что на самом деле у каждого свой критерий эффективности, и не всегда это можно компенсировать деньгами. Если ты завалил какую-нибудь государственную программу, никакая страховка, никакие штрафы тебя, в общем-то, не спасут. Конечно, еще есть поддержка клиентов. Если люди видят какую-то проблему с сайтом, проблему с чем бы то ни было, они звонят в колл-центр. И поэтому, если вы прогнозируете, что какое-то количество у вас будет пик, посещений, и могут возникать какие-то вопросы, то не добавить людей в колл-центр, в эту смену, было бы глуповато. Иначе вы нагоните такое количество запросов, которые не сможете обработать. Потому что мы помним, что приложение — это не только код, а это все, что вокруг него тоже. Ну и, естественно, за безопасность. Мы с вами, безопасники, отвечаем за безопасность бизнес-приложений. И, к сожалению, мы такие пока старенькие. Вот все выглядит так. Бизнес ускоряется, делает отличные вагоны, отличные дороги. Но на одном перегоне, который отвечает за безопасность, все люди высаживаются из вот такого большого красивого лайнера, пересаживаются в такой небольшой трамвайчик с багажом, едут, 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 и затем снова пересаживаются в летящий бизнес. Почему? Потому что безопасники, может быть, в силу... Это вообще консервативная область, безопасность, может, в силу своей консервативности, может быть, в силу уверенности, что мода быстро проходит, а мы вот такие здесь надежные, будем стоять на страже, появляется некоторая заторможенность, уверенность в том, что классические подходы, они будут работать всегда. И очень часто я вижу, ну, классический пример, бизнес очень быстро выкатывает какое-то приложение, а после чего безопасники, например, берут его на пентест на две недели. А теперь представьте, если у вас каждые две недели выходит новый билд, то через две недели вы получаете решение о том, что две недели назад у вас был хороший билд. Но у вас уже есть новый билд с новыми функциями. И вот эта вещь начинает зацикливаться. Что делать программистам, у которых нашли ошибки в старом билде? Переставать писать третий новый билд и исправлять что-то в старом? Или исправлять что-то в новом, но его еще не протестировали? И так далее. Возникает полное нарушение процесса разработки, который, кстати, и пришел к нам из agile. И вот что делать в этом случае, как работать, мы и поговорим на следующих слайдах. К сожалению, информационная безопасность сегодня она осталась такая же, как и раньше. В чем это выражается? Прежде всего, это в том, что безопасность — это не слой, а это функция. Вот здесь объект, вот здесь безопасность. Все решения навесные. То есть у вас есть отдельно антивирус. Это не часть операционной системы. Это отдельное приложение. У вас есть отдельный межсистевой экран. Это не часть роутера, хотя архитектурно это может быть частью роутера. Но это отдельный инструмент. В результате информационная система живет сама по себе, а системы ее контроля, ее защиты живут сами по себе. Именно это и называется навесная. Или, чтобы было удобно, создаются некоторые комбайны. Все в одном. Endpoint Protection, UTM. То есть когда все, что есть, запихивается в одну коробочку. И это действительно удобная штучка, но вспомните швейцарский нож. Он очень удобен, но у него есть проблемы с архитектурой. Он компактен и дешев. Но нож в нем хуже, чем у отдельного ножа. Пила хуже, чем у отдельной пилы. Все, что угодно, порчащее в швейцарском ноже, хуже, чем отдельный инструмент. И если вам нужно что-то взять с собой в дорогу, да, это неплохое решение. Соответственно, если вы что-то хотите сделать для маленького офиса, я не знаю, там полустанка в РЖД, где надо защитить от всего быстро и одной коробочкой, потому что всего одна розетка в офисе, то это вполне возможно. Но если вы собираетесь решать задачи профессионально, то такие комбайны, они тоже не очень эффективны. Но безопасность, тем не менее, раскрученная большая машина, вендоры выпускают новые продукты, которые, опять же, навесны, которые подразумевают, что объект защиты существует отдельно, а сама защита существует отдельно, и за объект отвечают одни люди, а за защиту отвечают другие люди. Опять же, немножко вернемся в антологию. Безопасность в большинстве своем находится сейчас на инфраструктурном и на уровне данных. Именно потому, что в той постановке задачу мы уже научились решать. Как только дело поднимается чуть-чуть выше, на уровень информации или на уровне процессов начинаются реально сбои. Это можно сказать и про DLP, где надо попытки настраивать DLP-систему как еще один фаервол. Они натыкаются на то, что фаервол работает с пакетами, пакет — это уровень данных. Если вы не понимаете, что это за информация, вам бессмысленно вставлять какие-то фильтры. И вот этот переход, если вы его не осознали, то в принципе можно потратить всю жизнь на попытки тихонечко натюнить. Вот вы всю жизнь настраивали фаервол, а теперь настраиваете DLP-систему, и вы ее тихонечко подкручиваете, вместо того, чтобы перейти на новый уровень. Тот же антифрод — попытка заменить антологию, то есть понимание того, что происходит в процессе, заменить некоторым количеством паттернов. Грубо говоря, это все равно, если мы в безопасности заменяли вектора сигнатурами. Нам бы пришлось на один вектор писать миллион сигнатур. Если ты не понимаешь, что делает этот вектор, его нужно очень много сделать избыточных сигнатур, чтобы покрыть все возможные случаи. Известными угрозами еще хуже. На неведомые угрозы нет сигнатур. На Zero Day атаки непонятно, как защищаться. Соответственно, возникают некоторые алгоритмы уже нечеткой логики, нечеткого детекта аномалий и попытки с ними работать. Но пока они настолько грустные, что вся безопасность стала пассивной. Это грустно. Я застал те времена, когда безопасность была активной, когда безопасность что-то блокировала. Вся сегодняшняя безопасность, она выглядит следующим образом. Из-за того, что мы не понимаем процессы и пытаемся остаться в старой парадигме, у нас очень много ложных срабатываний. Вместо того, чтобы понимать смысл документа, мы цепляемся к каким-то словам. Мы пишем «Останавливай все документы» со словом «секрет». Получается там «Я выхожу замуж, только это пока секрет». But false positives. Если ты не понимаешь смысла документа, если ты не понимаешь контекста, если ты не понимаешь контента, то твои попытки защититься обречены на огромное количество ложных срабатываний. Что делают? Ложные срабатывания, ну, значит, мы не будем ничего блокировать, а встанем рядышком и будем всех сигнализировать. Назовем это красиво, чтобы слово «пассивно» имеет некоторый негатив, назовем это режим форензики. Мы будем наблюдать такой глауристический подход. Пусть атаки совершаются, а мы будем наблюдать. Если что, вмешаемся. На самом деле, люди, которые называют автомобильную сигнализацию «противоугонная система», они врут. Что делает противоугонная система? Она сообщает вам, что с машиной какая-то проблема. Дальше идете вы, разбираетесь. После этого система говорит «Привет, я тебе просигнализировал, решай сама». У вас срабатывает брелок, вы выходите на балкон. Вы видите, на машине сидит кошка, значит, это ложное срабатывание, уходите. Вы видите, там трутся подростки, вы им свистнули, они разбежались. Вы увидели чуваков с автоматами, вы позвонили в милицию. Вы увидели там, я не знаю, танк, наехавший на машину, вы звоните в страховую. Это один и тот же сигнал от одной и той же сигнализации. Это типичный пример, пассивно это. Вместо железной двери мы ставим камеру и смотрим, кто ходит. Я обычно, когда людям говорю, какая безопасность вам нравится больше? Пассивно или активно? Все говорят, типа, активно, активно, она же должна защищать. Я говорю, ну да. А почему вы покупаете пассивную? Ну, потому что много ложных срабатываний. Я говорю, ну у вас же ложные срабатывания и дома бывают. Вы ключи забыли, в квартиру не попали. Неудобно же, да? Давайте вообще не будем закрывать дверь. Нет, а вдруг кто-то другой зайдет. Ну вот. То есть вы решаете, что удобно, что неудобно. И мне, как бы, коллега сказал, что, ты знаешь, если у тебя дома сидит взвод ОМОН, тебе все равно открыта дверь или закрыта. Это, конечно, исключение Сбера, что даже, как бы, вломившись в пассивную систему, можно нарваться на многоэшелонированную защиту. Но, поверьте, вы одни из немногих, кто может себе это позволить. Поэтому, к чему приходит, на самом деле, пассивная безопасность? Все больше и больше сканеров, все больше и больше мониторов, трафика, транзакций. Никто, никто из производителей не берет на себя ответственность. В результате у нас все больше и больше становится людей. Бизнес становится круглосуточным, это же сайт. Поэтому вы просто берете, как бы, смену людей и еще умножаете их на три. Потому что вам нужно работать круглые сутки. Некоторые компании могут себе это позволить, но большинство компаний не очень с этим справляются. Именно по кадрам они все-таки должны, там, качать нефть или продавать деньги, а не заниматься поддержкой каких-то систем. Поэтому рост пассивной безопасности, это, в принципе, он приводит в тупик. А с agile он приводит в тупик два раза. Потому что объект, который меняется, даже сигналы, которые идут от него, вы не можете понять, это бага или фича. Если у вас 10 тысяч изменений в день, у вас 10 тысяч новых функций. Какая из них функция, а какая из них атака? Это может определить только человек, при этом глубоко погруженный в бизнес. Вы нанимаете таких людей, которые могли бы, я не знаю, запускать ракету в космос, а они тупо пялиться в монитор. Потому что квалификация человека, который определит по аномалии атаку, она очень высокая. Он мог бы писать, как бы, отличные продукты, но вместо этого он сидит и целыми днями пялится в монитор. Такие люди скоро кончатся, это скучная работа. Я на самом деле наблюдаю за Уралом просто реальную трагедию. Никто не хочет идти работать безопасником, разве что, чтобы 3 месяца поработать, а потом уехать в Яндекс работать оператором. Москва, она притягивает, а от Москвы безопасников притягивает Калифорния. То есть Москва является только транзитом специалистов. И вот это бесконечное наращивание пассивной безопасности придет к тому, что мы, конечно, создаем рабочие места, и для экономики, наверное, это хорошо. Умные парни вместо того, чтобы ломать сайты, будут сидеть в соке и смотреть на экраны. Но дальше все будет хуже. Кризис подтолкнул все компании цифровизироваться. Это не только оптимизация, но и, грубо говоря, веб самый дешевый канал по обслуживанию клиентов. У меня рядом с домом закрылось 4 банковских отделения на Киевской. На вопрос, какого хрена, они сказали, да идите в интернет. Это просто тенденция. Поэтому веб-приложениях, мобильных приложений, соцсети уже могут делать какие-то транзакции, мессенджеры умеют делать транзакции. Цифра будет лезть все больше и больше. Атаки будут происходить все чаще и чаще, потому что уже можно воровать деньги. Раньше ломали из интереса, а теперь на выбор. Или воровать деньги, либо избирать президентов. Это же нормально. Ты играешь в цивилизацию прямо из-за своей консоли. Что это сделать нам? Чтобы сохранить свои рабочие места, чтобы уйти на пенсию с подсчетом, а не по сокращению, когда нас заменят роботы. Потому что первыми, кого заменят роботы, это будут операторы сок. Я вас сам сейчас пугал, рассказывал, и сейчас я нахожусь в позиции классического анекдота, когда все знают, что сейчас плохо, а все знают, как хорошо, а перехода не знает никто. Вот давайте мышки, вы станете ежиками, и типа все отлично. Вот сейчас бы мне сделать, как бы раскланяться и сказать, что я занимаюсь стратегией, а дальше решайте сами. Но у меня на самом деле есть еще и ответы. Давайте немножко посмотрим, как меняется парадигма защиты. Помните, я говорил, что парадигма 90-х — это объект отдельно, защита отдельно. Это хорошо работает на уровне инфраструктуры, она практически везде одинакова. Когда не надо понимать, что собственный компьютер делает, просто запретить на нем какие-то операции, которые ассоциируются с вирусом меда, достаточно легко. Не надо узнавать, что за приложения стоят на компьютере, зачем он вообще, собственно, здесь стоит, с кем он связывается. Мы работаем здесь и сейчас. Это вот парадигма 90-х — объект живет сам по себе, защита живет сама по себе. Давайте посмотрим, что случилось в 2000. Получились первые сканеры. Мы стали изучать объекты перед тем, как начинать их защищать. То есть мы так настраиваем свои системы защиты, что мы понимаем, как защищать наш объект. Сейчас, в 10-х годах, начались первые попытки, я сейчас тоже участвую в некоторых разработках на эту тему, когда мы не только изучаем объект, но мы говорим ему, как надо измениться, чтобы мы его лучше защищали. У меня есть любимая аналогия, чтобы девушки не скучали, вспомним романтический фильм «Телохранитель» с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон, где профессиональный телохранитель приходит защищать балмошную девушку, и она говорит, защищай меня такую, какая я есть. Я не буду менять своего поведения, я буду жить, как хочу, а ты такой клевый, самый профессиональный профессионал из профессионалов, ты меня защитишь. И дальше все начинается. Он пытается ей сказать, он работает как сканер, он видит, что не так, пытается как-то ее прикрыть в этом, но его профессионализма не хватает. Затем он начинает давать ей советы, она эти советы не принимает, потом происходит инцидент, после чего система понимает, что ей надо все-таки иногда слушать, что ей говорят безопасники. Вот этот ход, что после какого-то инцидента вдруг система начинает понимать, что безопасники все-таки говорят правильные вещи, что надо патчиться, что надо делать какие-то решения, и появляется некоторая обратная связь. Вот это то, что происходит сейчас, когда системы безопасности уже достаточно умны, чтобы сказать приложению, как надо защищаться. Ну и мы на самом деле двигаемся к тому, что движемся к тому, что не будет безопасности объекта, а будет безопасный объект. То есть безопасность врастет в объект, таким образом полностью в него интегрируясь. Если смотреть на современные компании, типа Амазона, типа Фейсбука, там выделенной безопасности нет. Там есть безопасник в каждой функции, которая только есть. То есть безопасность перестает быть продуктом, безопасность перестает быть сервисом, она становится просто фичей. И есть такой термин security as a feature. Когда у вас нет фаервола, а есть просто безопасный роутер, в котором происходит фаерволирование и так далее. То есть когда операционная система становится безопасной, вам не нужен антивирус и какой-нибудь endpoint protection. И вот это все, оно нас ждет. Соответственно, со страшной силой умирает наша профессия. Отдельного безопасника, не понимающего, как работает бизнес, ждут грустные времена. То же самое происходит на самом деле и во многих других отраслях. Например, в медицине. Врач, который не умеет работать с томографом, не понимает компьютера, не может заказать какие-то вещи через интернет, вполне возможно, что он уступит место, может быть, он останется консультантом, но его место займет уже человек, интегрированный в новую хай-тек систему медицины. И очень бы хотелось, кстати, сохранить знания тех людей, которые не интегрировались, грубо говоря, снять с них экспертизу. Один из наших клиентов рассказал мне такой анекдот, что у них был сотрудник, это был металлургический завод, сотрудник лизал чушку только что отлитую, как только она начинала остывать, и говорил, хорошая она или нет. И он безошибочно определял это. Ну и он собирался на пенсию, и все такое, и все забоялись, что у них на самом деле отдела качества никакого нет, а есть чувак, который лижет эти и говорит. Но он ни разу не ошибся. Он по вкусу, который не мог, кстати, вербализировать, он не говорил, почему. Он говорил, у меня ощущение, что он такая, такой шаман. Если он говорил, что плохая, они раскалывали эту чушку, и там внутри как бы оказывалась какая-то выемка или что-то еще. Вот. Что сделали? Они стали собирать, они сделали экспертную систему, они стали собирать с этой чушки все возможные параметры, электропроводность, кислотность, то есть все, что они могли с нее снять, и дальше как бы ставили галочки. Да, нет, да, нет. Ну, то есть, чтобы понять, что общего в этих параметрах. Вот это классическая экспертная система. И потом его торжественно проводили на пенсию, правда, эта система не взлетела, но бог с ней, идея была неплохая. Вот. Пришлось покупать все-таки большой настоящий отдел качества и заниматься там сверлением таких вещей. И, в принципе, вот хотелось бы сохранить функционал тех людей, которые много работали в безопасности, накопили много экспертизы. Снять это можно в том числе и через экспертные системы. Куда мы все идем? В первую очередь нужна централизация ответственности, потому что бизнесу неинтересно разбираться, кто накосячил. Разработка плохо написала, IT плохо обслужила, безопасники плохо настроили какую-то систему. Им, в общем-то, все равно. Я буду вам рассказывать кейс, где вот мы это пришли, когда мы смогли разрешить внутренний конфликт, когда смогли поднять проект от уровня разработки безопасности технической до бизнесового уровня, до человека, который принимал риски. Это будет первый кейс в нашей системе. И не надо смотреть на приложение как на отдельный объект защиты. Надо смотреть приложение и защиту, и инфраструктуру под нее, как некоторый единый бизнес-процесс. Управлять этим как единым бизнес-процессом. Встраивать безопасность в разработку и разработку делать безопасной. Дефундировать это все в информационные системы, которые тоже должны работать как единое целое. Не должно быть. Айтишник говорит, я вот отвечаю за канал. У вас был канал? Все нормально, отстаньте. Разработчик говорит, у вас были фичи? Приемка прошла? Молодцы. Безопасник говорит, я все настроил нормально, вот у меня свежайшие сигнатуры, и телес. Приложение упало, приложение сломали. Кто виноват? Все все сделали правильно. Пока не будет человек, который будет отвечать за все, перепихивание, особенно в корпоративной структуре, перепихивание ответственности, это отличный вид спорта, и все мы в него играем отлично. И бизнесу от этого легче не станет. Поэтому, конечно, и тут на помощь придет еще машины, роботы. Даже в нефтяных компаниях. Упала маржа, упала эффективность, цены на нефть. Они начали как бы меняться. Раньше они сидели и покупали сап, и ничего не делали. Сейчас они начали шевелиться. И, например, я видел очень серьезный проект по созданию инфороботов. То есть рядом с бухгалтером, рядом с закупщиком садится робот. Ну, то есть просто логируются все его действия. На его действиях обучается машина. Дальше они работают в параллель. Если машина дает лучшую точность, чем бухгалтер, то через какое-то время бухгалтер как бы становится не нужен. Потому что все его транзакции, на нем уже обучились. Все, чему учили бухгалтера, обучились. Когда возникнет какая-то новая вещь, опять сядет на неделю бухгалтер, проведет как бы новые виды транзакций, машина на этом обучится и будет это тоже дальше делать. Тут возникает только вопрос ответственности. Кто отвечает, если что-то накосячить? Это как с автопилотом. Что с того, что автопилот будет безопаснее, чем человек в пересчете на тысячи километров пробега? Кто ответит в случае аварии? Поэтому как бы технический вопрос уже достаточно легко решаем. Во всяком случае, на простых транзакциях это действительно видно. Но поэтому использовать машины обучения, или не использовать, было бы достаточно глупо. Тем более, что наши противники его уже очень активно уходят. Поэтому вопрос о том, как представить весь бизнес в виде одного процесса, а не процесса разработки, представления инфраструктуры, эксплуатации и защиты, это единый процесс. Он как бы называется Continuous Security, когда интегрируются и средства разработки, и средства контроля безопасности. Они автоматически интегрируются с системами активной защиты. Также объединяется ответственность. Мало объединить технические вещи, надо объединить еще и ответственность. Ну и надо постоянно обучаться, причем использовать как обучение на информации, то, что называется Suspended Learning. И использовать обучение без информации, Unsuspended Learning, то есть собственные алгоритмы, там нейросети. Поэтому я всегда говорю, если у вас есть возможность сохранять какие-то свои данные, сохраняйте сейчас свои данные. Через три года на этих данных будет учиться искусственный интеллект. Потому что если через три года вы принесете искусственный интеллект, и у вас не будет исторических данных, он начнет учиться с того момента, когда вы его поставите. То есть он начнет эффективно работать еще через год-два. Если вы дадите ему ваши данные за предыдущие периоды, он у вас начнет нормально работать, как только обучится через несколько недель. Реально, даже не имея пока искусственного интеллекта, стоит уже начинать копить все данные. Сейчас не очень дорого стоит хранение, зато это сэкономит вам кучу времени, когда вы рано или поздно перейдете на роботов. Я покажу, как делаются первые шаги. То есть если раньше у вас процесс происходил так, была разработка, был анализ защищенности и был продуктив. У вас начинается как бы раздвижение анализа защищенности в сторону разработки. Идеально, чтобы анализ защищенности начинался с первой строчки кода. Когда приложение еще не собрано, очень легко исправить ошибку. Чем вы раньше его обнаружили, тем проще ее исправили. Есть такая статистика, что исправление ошибки на этапе кодирования стоит 10 долларов, а исправление на этапе тестирования стоит 1000 долларов и на этапе эксплуатации 10 тысяч долларов, потому что на этапе тестирования приложение уже собрано. Вы не можете исправить одну ошибку. Вы должны исправить всю цепочку алгоритмов, которые опираются на модуль с ошибкой. А уж в эксплуатации это может стоить и бизнеса, и остановки, и какого-нибудь взлома и так далее. То есть здесь идет как бы некоторый экспонент, и чем раньше вы начинаете тестировать, с agile это очень плотно связано. Впервые, когда я приехал в Сбербанк, я поговорил еще с Ваней Дубровым, он уже ушел, я ему сказал, что у вас там с безопасностью, покажи мне свой там трайп. Я говорю, а где здесь безопасник? Он говорит, какой безопасник? Я говорю, ну все, привет. Я приду через полгода как бы за кучей работы, потому что у нас появятся системы, которые как бы не проектировали безопасно, а мы будем их тестировать. Да никаких проблем. Соответственно, переходите от старой парадигмы, которая сверху, разработка, анализ защищенности, замечания, исправления, новое тестирование, продуктив, то есть несколько кругов. Этого быть не должно. Приложение должно выходить в продуктив, сразу протестированное, а то, что у него не защищено, должно закрываться на трафике, на поведенческом анализе и так далее. Мы не можем себе позволить каким-то образом остановить бизнес. Мы для бизнеса, а не бизнес для нас. Поэтому вот это бесконечное колесо, когда что-то тестируется, появляются гипотезы существования ошибок, эти ошибки верифицируются, проверяются, дальше дается задача на исправление, исправлять не успеваем, то выпускаются виртуальные патчи или какие-то правила для антифрода или для чего-то еще, где мы обнаружили ошибку, там мы делаем внешнее компенсирующее правило, которое не дает проэксплуатировать найденную уязвимость. Некогда исправлять, надо как бы двигать бизнес вперед. Это вы джали, вот это колесо, оно постоянно работает. Давайте начнем рассказывать про то, как можно бороться с разработкой. Один из проектов, который мы сейчас ведем, это магазин, он не электронный, он нормальный, большой. У него есть сайт, через него продажи идут чуть больше 5%. В какой-то момент увидел руководство магазина, что можно продавать через интернет, что это очень емкий и главное, что еще и эластичный по усилиям канал. То есть больше выбрасываешь, больше получаешь. Больше рекламируешь, больше посетителей. Больше посетителей, больше покупателей. Традиционный старый магазин, всю жизнь торговал в офлайне, всю жизнь был обычным нормальным магазином. Люди, кассы, выбор, тележки. Вдруг они увидели, что интернет дополнительная точка роста, что можно практически не отказываясь от своих традиционных покупателей, привлечь тех покупателей, которым далеко ехать. Например, у вас там типа магазины на юге Москвы, а людям с севера не очень удобно ехать, им там ближе в Рязань доехать, ну с востока, чем ехать на юг по пробкам. И поэтому почему бы и нет, почему бы не заняться продажами через интернет. У них был свой сайт, они решили как бы его полностью перестроить, с нуля, нанять свою команду. До этого были какие-то разработчики сторонние. И кейс выглядит следующим образом. Стоит задача увеличить продажи через интернет у традиционного магазина, который выбрал этот новый канал для увеличения своих продаж. Что отлично, что люди сразу завели человека, который отвечает за эту задачу целиком. ни за сайт, ни за номенклатуру, а именно у человека единственный KPI увеличить долю продаж через интернет до 20%. Подразумевается, что без каннибализации, то есть, что не переманить обычных покупателей в интернет, которые и так покупают, а привлечь новых покупателей. Соответственно, планируются маркетинговые акции, реклама будет вне магазина. То есть, поставлена такая абсолютно бизнес-задача. У любого из вас она может возникнуть сегодня, завтра, потому что задача такая, что все время понятно, что с ней делать. Что вот у тебя был один бизнес, ты открыл новый канал, и у тебя просто добавилась продаж, при том, что у тебя склад тот же, ты сильно экономишь. То же самое происходит и с банками, которые вместо открытия новых филиалов начинают рекламную кампанию для привлечения пользователей. Одни и те же деньги, но деньги, вброшенные в интернет, дают отдачу быстрее, чем деньги, вложенные в оффлайновые точки приема. Ну, за исключением определенных товаров, определенных услуг, но в среднем это именно так. Поэтому завели отдельного человека. Завели разработчика, который притащил с собой целую команду, и появилась такая команда, причем она исповедует такой конкретный agile, у них там двухнедельные спринты, все правильно. То есть ребята, воспитанные на agile, скормленные agile, понимают, что делают. Вот. И при этом в компании есть свой безопасник, который как бы отвечает за все, там, включая охрану магазинов, видеонаблюдения, в том числе и Завел. Такой есть традиционный старый безопасник. Причем он старый не по возрасту, он как бы достаточно молодой, цветущий мужчина, а просто по подходу. Он всю жизнь работал безопасником. Он что-то понимает во Фроде, и очень здорово продвинулся в антифроде в магазинах. То есть он не то, что он такой отставной полковник, который только умеет там с пистолетом бегать. Нет, это реально как бы IT-безопасник, очень хорошо понимающий процессы, но он навесной безопасник. То есть он говорит, я безопасник, дайте мне что охранять. Участвовать в разработке этого охраняемого, он просто не обучен и не мог. Ну и возникает прямо на самом старте конфликт бизнеса. Я его могу объяснить, бизнеса IT и ИБ. Могу объяснить на пальцах. Предположим, есть товар А и есть товар Б. В какой-то момент бизнесмены говорят, у нас затоваривание товаром Б, ну скажем, торшерчики. Вот у нас есть торшеры, у них срок пребывания на складе превышает наши нормативы, давайте их пускать в распродажу. Мы придумываем некоторую маркетинговую акцию, например, купил диванчик, получи торшерчик. Или там торшерчик за полцены. И так далее. То есть вы можете вполне себе представить эту ситуацию. Что просто запускается определенная маркетинговая акция, чтобы быстрее разгрузить склад. Отлично. Под эту акцию делается отдельный баннер. И этот баннер ведет на отдельную страницу акции. И как только вы собираетесь разместить заказ, вам возникает сначала баннер, тыкаете на него, возникает. То есть очень-очень простая такая операция. Очень быстро делают это разработчики, безопасники говорят, нет, вот здесь небезопасно, вот здесь сейчас мы подпит-тестим, вот здесь у вас очевидно косяк там XXS в описании товара, ссылка неправильная. И мы такое выпустить не можем. Идите исправляйте. Разработчики выставляют новый дедлайн, который сдвинут там еще на неделю. Приходит бизнес и говорит, а кто нам оплатит вот эту неделю хранения наших торшерчиков? Давайте-ка кто-нибудь здесь подпишитесь, что это не из нашей зарплаты вычут, а из вашей. Какого черта из нашей зарплаты будут вычитать за хранение? Потому что вы задерживаете продажи. То есть здесь явно видно, что бизнес требует быстро, потому что в ритейле оборачиваемость – это все. Помните, наверное, решали такие задачки. Если вы уменьшаете оборачиваемость, грубо говоря, на один день при средней оборачиваемости 40 дней, вы успеваете в год еще два раза все обернуть, и у вас прибыль растет в разы. То есть это классическая задача логистики. И какой-то безопасник, который говорит, «Вот это все небезопасно, и этого я не пропущу». Возникает прямой конфликт. И мы, как консультанты, приходим сбоку, как с одной стороны безопасники, с другой стороны люди, что-то понимающие в разработке. Говорим, ребята, давайте мы не будем заниматься отдельной разработкой, отдельной задачей, а вырастим такой единый процесс. Что мы сделали? Мы, во-первых, начали то, о чем я говорил, тестирование во время разработки. Сразу по мере разработки другими алгоритмами, не теми, которые тестируют уже готовый продукт. Мы тестируем конкретную сборку, конкретный билд, конкретный спринт. К окончанию спринта у нас есть либо исправленные ошибки, потому что прямо по ходу мы говорим, что надо исправлять, либо ошибки, которые не могут быть исправлены, потому что. Потому что это фича, а не бага, потому что такая инфраструктура, потому что мы используем исторические вещи, в которых уже есть ошибки, но мы имеем их на день сдачи спринта. То есть в этот момент, вместо того, чтобы заниматься тестированием, мы имеем практически полный срез проблем, которые есть у данного спринта. Тогда мы эти проблемы спринта, грубо говоря, закрываем на трафике. То есть выпускаем виртуальные патчи каждой найденной уязвимости. То есть мы сокращаем этап тестирования, у нас тестирование практически, ну там на один-два дня совпадает с спринтом. Можно сказать, что просто мы делаем в спринте отдельный слой безопасности. В результате работают айтишники и безопасники. К моменту выпуска нового функционала они уже имеют, грубо говоря, все новые настройки для своих систем. И эти настройки, они могут производиться автоматически, они могут накатываться и вручную. Главное, что они есть. То есть пока происходит следующее. Я вам объясню на пальцах. То есть если представить себе некоторый график, разнесенный по времени, то на первом спринте безопасностью занимаются наши люди, их люди, прикомандированные, смотрят. Затем им разрешают посидеть рядом, дальше им разрешают сделать что-то. И таким образом приблизительно наша доля уменьшается, заканчивается это тем, чтобы через полгода, соответственно, через сколько получается спринтов, уже они делают, а мы стоим рядом, это называется как бы шеф-контролем. То есть мы не прикасаемся ни к чему, но контролируем качество. Таким образом, за полгода у компании появляется, во-первых, экспертиза, заточенная под конкретный проект. Они понимают, какие угрозы характерны именно для этого проекта, а какие можно не обрабатывать. Во-вторых, у них получается полностью настроенный инструмент и фреймворк, и различные сканеры под эту систему. И в результате получается такая вин-вин позиция. Безопасники на самом деле задружились с разработчиками, потому что разработчики видят, что они им помогают быстрее выпускать новый продукт, а не постоянно ставят палки в колеса. Бизнесу хорошо он понимает в терминах не кейсов, вот здесь у вас фигово, а в терминах риска. К нему приходит совместно безопасность и разработка и говорит, у нас здесь есть неисправленная ошибка, мы можем закрыть ее с вероятностью 95%. Существует небольшая вероятность, что эту ошибку быстро найдут, но рядом сидит бизнес, который говорит, мы потеряем столько денег, если не начнем вовремя, потому что мы платим за хранение, это не упущенные выгоды, это потери, потому что мы платим за хранение такие-то деньги. То есть человек, который полностью отвечает за этот бизнес, то есть мы подняли уровень принятия решения, но доносим до него не патчи, не уязвимости, в которых он ничего не понимает, а доносим ему риски. Риск взлома такой-то, при взломе потери будут такие-то, значит выгода такая, этот человек взвешивает, принимает решение. То есть он получает такой маленький экзекутив summary по каждому из спринтов и дальше принимает решение. Наша задача, чтобы он вообще ничем не занимался, когда мы поймем, как он принимает решение, мы опять же это решение можем делегировать искусственному интеллекту, грубо говоря, предлагая ему конкретное решение и требовать от него да или нет, то есть что тоже как бы уменьшает время на принятие решения, потому что он не должен изучать все аспекты. Такой кейс сейчас идет шестой, по-моему, спринт. В принципе, как бы наши специалисты уже не участвуют фулл-тайм в работе, первые два они сидели там, сейчас они приезжают туда несколько дней в неделю по полдня, смотрят, что делают сотрудники уже самого магазина и рассматривают, там, учат их, да учат их. Магазин пока выполняет все свои KPI по запуску, и я не знаю, мне не отчитывается, выполняет ли он KPI по продажам, это, в общем, не наше собачье дело и не нам ставили такую эту, но я думаю, что когда они в следующем году начнут отчитываться за этот финансовый год, мы можем понять, если мы увидим, что у них увеличились продажи через интернет, и при этом не упали продажи, то есть не произошло каннибализации, не упали продажи в офлайне, то мы можем сказать, что и наша часть в этом сделана, и кроме того, что мы разбираемся в уязвимостях, теперь мы на самом деле разбираемся и в разработке очень неплохо, и то же самое произошло с их безопасниками. Были безопасники, которые отказались заниматься кодом. Вот еще, это какая-то ерунда, да? Пусть программисты, мы что вам, программисты, что ли? Но на самом деле какие-то разработчики понравилось, да, ковыряться в коде, какие-то безопасники проявили себя тоже как хорошие, как бы, хорошо ориентированные на безопасность аудиторы кода. Часть разработчиков заинтересовалась безопасностью, то есть они могут специализироваться на безопасности, и из них можно выращивать настоящих таких девопсов, людей, которые будут заниматься безопасностью именно в разработке. И вот происходит вот эта диффузия. И очень приятно, что, во-первых, она происходит буквально на глазах, то есть там год назад, когда мы встретились первый раз, это как бы была такая вот задача, там, то, что называется, конь не валялся, да, то есть он даже еще не пришел. То есть там такие просто какие-то проекты, какие-то бумаги, какие-то люди ходят. То есть сейчас это уже поставленный процесс, и это можно делать в очень обозримом будущем. Поэтому я в этом смысле как бы фанат того, что должна разработка и безопасность, в конце концов, взаимопроникнуть, ну, если это говорится о безопасности приложений. И если послушать вот тех, кто живет безопасностью, да, вот тот же Kiwi, да, где бизнес это и есть, собственно, как бы их информационная система, там это уже практически страшилось, и уже сейчас разработка, она находится под человеком, который курирует безопасность. То есть там нет такой отдельной разработки. Вторая часть тоже для меня очень интересна, она огражает другую тенденцию. На самом деле эти две тенденции, они развиваются параллельно, я специально выбрал два кейса, чтобы разложить это по векторам. То есть везде где-то есть место и роботам, и где-то есть место взаимопроникновению, безопасности и IT. И оба очень хорошо живут при быстрой разработке, при agile. Мне когда говорят вот фразу «goes agile», да, есть такая тема, я сразу вспоминаю вот вещь, которую вот она здесь, третьим пунктом, потому что в госе agile еще он такой, что кто выиграл конкурс, кто-то разрабатывает. Неважно, что люди разрабатывали до половины, финансирование кончилось, для выделения нового финансирования надо объявлять конкурс. Приходят другие и выигрывают. И вот у вас как бы на обычный agile накладывается еще то, что у вас постоянная смена команд. Ну как минимум там раз в год, иногда бывает и быстрее, когда они не успевают справляться, проводится дополнительный конкурс. Таким образом, конечно, добавляется некоторого хаоса. Система государственная, очень-очень-очень далеко, так далеко, что там, в общем, никто из безопасников не любит работать. Во-первых, скучно, во-вторых, хватит меньше, чем на большой земле. Но при этом госуслуги есть, люди там живут, нефтяники, добытчики, им, у них есть жены и дети, им надо записываться в детские садики, им надо записываться к врачу. И это не только как бы надо с точки зрения экономии, а это еще стоит одной из задач для губернатора и для мэра. То есть госуслуги в данном регионе являются тоже таким жупелом, который надо демонстрировать, что мы тоже не хуже всех остальных. Там у них есть тоже KPI, чтобы госуслугами там пользовалось не менее чем 40%. То есть стоит задача затянуть людей, госуслуги тоже, чтобы они создавали давку в обычных офисах. Поэтому есть социально важная функция, от нее нельзя отказаться, если там она какое-то время не работает, принимаются какие-то достаточно серьезные административные наказания, хотя сослать дальше, чем там, человеку достаточно сложно, но тем не менее он может лишиться какой-то хорошей работы. Понятно, что такие вещи, задачи возникают быстро, хаотично, опять же хаотично меняются разработчики. Даже вот мы на проекте видели, что появился третий, третья команда, и там, допустим, две функции написаны на PHP, и вдруг третья как бы написана на Java. Я говорю, что новые типа ребята, то есть мы как-то привыкли к одному фреймворку. Они говорят, ну да, мы что, мы не указываем, на каком языке писать. Кто на чем хочет, тот и на том и пишет. Тоже неплохо. Потому что начнешь вписывать язык, скажут, ограничение конкуренции, это что же пожалуется в фаз. Поэтому не все так просто, поэтому приходится как бы защищать из-из. Ну и безопасности в принципе нет. Есть один энтузиаст, человек, но на нем висит все. Опять же, включая там видеонаблюдение, поддержка каких-то внутренних систем, документа оборота, там 1С. У меня один знакомый, когда переезжал в Москву, прислал мне свое резюме, он тоже долго работал безопасником, айтишником, работал как бы в одном удаленном городе. И я сказал, что это точно ты, вас не четверо, потому что как бы системный администратор, там DBA, это одно, там как бы внедрение 1С другое, распайка печатных плат, ремонт компьютеров это третье. И типа разработка системы АСУТП там с нуля на АСИ плюс плюс, это четвертое. Но там реально такие люди. Вот реально богатыри, не мы. Есть человек, на котором висит куча систем, и ему вот еще одну систему. Конечно, интересно попробовать поковыряться, посмотреть, как она жужжит, бросить лом в циркулярную пилу. Это завсегда, особенно на севере. Но постоянно долго сидеть этим заниматься, конечно же, у него времени нет. Поэтому ему была предложена другая схема. Мы не можем работать так, как в первом случае, мы не можем работать с разработчиками. Они все время разные. Там типа, как это, дяденьки-байкеры, а чего вы с нами, мотоциклистами, не знакомитесь? А что с вами знакомиться, вы каждый год новые. Вот там, что работать с разработчиками? Они каждый год новые. Что-то людей научишь, а пришли другие, которые первый раз тебя видят. Поэтому мы решили эту часть диффузии притормозить, потому что это не в коня корма, то есть слишком размывание сильное. Мы сосредоточились на том, что у нас будут требования к ПО. Бог с ним, с языком. Но у нас будут требования, каким должно быть ПО, чтобы мы его приняли. Не функционально, а как должен выглядеть код. Дальше мы начали делать то, что на английском языке называется слово enforcement. Я не очень могу подобрать русский эквивалент. Начали потихонечку их душить. Говорили каждый раз. Первый раз мы приняли, какой был код. Второй раз мы им выдали замечания. Третий раз мы им выдали жесткие замечания. Четвертый раз код не приняли. И не заплатили. То есть, когда человека бьешь по самому больному, по деньгам, он начинает очень быстро реагировать. То есть, очень быстро они стали подстраиваться. А поскольку есть инструменты, понятно, как он работает, через какое-то время они сказали, а что вы все время нас проверяете? Дайте нам эту машинку, мы сами себя будем проверять, и вам будем присылать уже готовый код. То есть, мы все-таки продвинулись внутрь них. И дальше мы это просто писали обязательно, что контроль должен происходить на стороне разработчика, а не на стороне приемщика. То есть, второй контроль происходил, но требования они уже писали по требованию. Но это было сильно, как бы это было внесено в ТЗ. После того, как мы формализовали приемку кода, в том числе и по уязвимостям, мы смогли сделать достаточно простой, поскольку функционал был понятный, стабильный, новый модуль запускался, грубо говоря, раз в три месяца. То есть, можно было кое-что подкрутить руками. Не обязательно обучать робота учиться новому модулю. Но те модули, которые жили, мы на них практически ввели подход. Покорми собак и ничего не трогай. Чем меньше люди к ним прикасались, тем он лучше работал. То есть, каждый раз, когда человек просыпался и хотел в них что-то поправить, у нас начались косяки, и потом приходилось очень долго опять робота стабилизировать. Роботы, они как бы странные люди, в смысле, странные роботы, они изначально сделаны для того, чтобы делать все самим. Но российские администраторы не могут себе позволить, чтобы к этой машине непонятно что делала сама. Ее все время надо подкручивать, какой-нибудь параметр изменить, опять же, лом бросить, поткнуть пальцем, посмотреть, как она заверещит. И как раз тот модуль, который вообще никто не трогал, 7 месяцев работал вообще без участия человека. Сейчас, как бы, может, третий модуль по этой схеме вводим. Мы, в принципе, добавили этому единственному безопаснику дружбана робота, который реально делает за него кучу ненужной работы. Причем делает сам именно в режиме блокирования. Не сообщает ему, что что-то фигово, иначе бы он там просто разорвался. А именно сам делает его работу. Он сам тестит софт, он сам выпускает виртуальные патчи, во время атак он сам эти атаки отражает, потому что он стоит в разрыв, потому что он автоматизирован, и потому что он полностью интегрирован в разработке. И нападать на него, как бы, на прикладном уровне бессмысленно, потому что, в принципе, нет незащищенного. Единственная атака, которая могла быть, это была атака, собственно, самого робота. Она была не на сайт. Люди, которые не смогли атаковать сайт, они начали ковыряться уже в самом роботе. И, конечно, мы тоже по agile работаем. У нас тоже есть косяки. Но, в принципе, я хочу сказать, что машинное обучение и искусственный интеллект, он уже здесь. И, во всяком случае, на ограниченных участках, на понятных небольших задачах ему уже можно поручать работать. У вас наверняка у кого-нибудь есть робот-пылесос дома, который, в самом деле, ограниченный, если нет лестниц, если нет каких-то сложных вещей, домашних животных, он вполне справляется со своей задачей. И с каждым годом он становится умнее и умней. И, в принципе, мы полностью реализовали вот этот проект. Мы будем его дальше расширять и будем дальше его показывать соседям по северу, что вот можно решить задачу. Именно в такой постановке они обязательно заводить у себя большой сок или аутсорсить, покупать сок. Лучше иметь свой маленький растущий искусственный интеллект. Ну вот, на самом деле, вот эти два кейса, по ним, как по векторам, разложено то, что происходит сейчас с обеспечением безопасности приложений, разрабатываемых по agile, скажем так. В одном случае это как бы интеграция безопасности в разработку, в другом случае, когда это нельзя, это полная автоматизация на основе искусственного интеллекта. Потому что человек не способен обрабатывать такое количество изменений, которые происходят в agile-системах. Вы сами понимаете, десятки тысяч. Сколько вам понадобится людей? И даже если вы наберете 10 тысяч людей, каждый из которых в день будет обрабатывать одно какое-то изменение глазами, то реально в этих изменениях есть связь. Они еще между собой должны договориться и знать, кто с кем. Это вещи, которые как бы ничуть не уступают по сложности и связности игре в Go. То есть все-таки правила есть. Это не пойди то, реши задачу, не знаю какую, но быстро и как бы отчитайся, то, что вам говорит руководство. Роботы так не умеют. Но когда у вас есть совершенно понятная задача, набор кейсов, пусть их будут миллиарды, справиться с этим роботы уже могут. Поэтому пусть ваши братья по agile-у не беспокоятся. Есть способы, есть методы. Пусть они делают свой софт. Мы, безопасники, придем им, поможем, научим, заставим. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...